Что будет дальше? Как мы будем жить и что мы будем носить? Об этом и не только размышляли воспитанники детских домов Ивановской области, которые приняли участие в проекте фонда «Доброе дело. Полет бабочки. Мода 2039». Фантазировали на тему, каким будет общество через 20 лет ребята из пяти детских домов. В финал вышли три. Проект реализуется при финансовой поддержке фонда президентских грантов. Мы с ними занимались тем, что мы думали о моде 1939 года и мы думали о том, какая она будет эта мода и как можно это совместить с техническим творчеством. Это такой на стыке интересных направлений будущего развития для детей. Цель проекта по большому счету это показать детям, что возможно и возродить в них, ну не возродить, плохое слово, и чтобы у них появился интерес к любому виду творчества. Мода 2039 – это продолжение проекта «Полет бабочки». Сначала ребята печатали галстуки бабочки из дерева, потом все районы области объехал техномобиль, начиненный с современным высокоточным оборудованием. Дети могли попробовать работу на лазерном резчике 3D в принтере. Проект о моде – это синтез двух предыдущих. Да и где, как не в текстильном крае, изобретать одежду будущего? Безусловно, с применением современных технологий. Проводником в фэшн-мир стала модельер Татьяна Клименко. Полгода она работала с участниками проекта, показывала и рассказывала, как создаются профессиональные коллекции. Настолько они сначала растерялись, думали, у кого-то не получится, не знали, с чего начать, а потом настолько все втянулись в это дело, что мода оказалась все-таки интересной нашим детям. И они все в это дело втянулись. Сейчас, мне кажется, прям растут новые модельеры у нас будут. Даже им предложили уже участие в новых проектах. Ребята из Шуйского детского дома представили на суд жюри функциональную одежду. По мнению начинающих дизайнеров, в будущем наш лук будет специализирован под конкретные задачи. Модельеры из Ивановского детского дома «Радуга» представили проект «Некст Скул». Эта школьная форма выполнена из экологичного льна и хлопка, имеет ортопедический корсет, который бережет осанку. Узоры и декор не возбраняются. Главное, чтобы все было сделано руками самого учащегося. А вот конкурсанты из Кинишма подготовили сразу три образа с большим количеством элементов технического творчества. Одежда будущего, по мнению этих девушек, это гимн природе и вселенной. Бережное отношение и уважение к окружающему миру должно отображаться и в поступках, и во внешности. Мы шевестами, нам помогали немного, подсказывали, что где сделать. Мы разговаривали с Татьяной. Она исправляла наши ошибки, добавляла что-то. Подсказывала нам немного. У меня вода, у нее трава, космос у нее. Паткологический стиль. Кинишемская коллекция и одержала победу в конкурсе. Жюри именно в этой работе увидело наиболее удачное сочетание дизайнерской мысли и технического творчества. Второе место досталось школьной форме от ребят из «Радуги» и бронза у универсальной одежды от Шуйского детского дома. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.